В этом году жара испепеляющая. На Кумысной поляне уже выгорело 12 гектаров леса. В основном это хвойные и трава. Засуха лишь усугубляет положение. Всему виной человеческая беспечность. Причиной пожара может стать даже окурок. Это зона самого массового посещения. На карте парка видны самые проблемные места. Опасно, говорит директор, там, где отдыхают люди. Поэтому вся поляна разделена на квадраты. Друг от друга они изолированы. Если пожар и возникает, то остается лишь локальным. Крупных возгораний относительно, допустим, сибирских мерок или каких-то больших лесных массивов. У нас их просто быть не может. У нас массив сам по себе не очень большой. И разделен всякими противопорядными ограждениями. У нас проводятся мероприятия по опашке массивов. Поэтому больших площадей допустить пожара здесь мы стараемся не допускать. У нас мобильная бригада состоит из 8 человек. Вот 5 огнетушителей, потом 3 лопаты. Такой набор инструментов в одной мобильной бригаде. На каждое возгорание пожарные не приезжают. Поэтому заливать мелкие очаги приходится самим. Так называемый рюкзачный огнетушитель может осилить каждый. 15 литров воды и ручная тяга. Так можно спасти 400 метров леса. Женщинам, конечно, тяжеловато, но мы уже привыкли. Причем у нас характерно то, что тушение у нас в основном пересеченные местности. И горят склоны. Но тем не менее, все равно нормально, терпимо. Потерпеть придется еще 3 недели. До этого времени похолодания метеорологи не обещают. В парковой зоне с ужасом ждут выходных. Суббота и воскресенье. Пик туристической активности. Отдых гаражам в тенистой прохладе заканчивается горячей работой для лесников. Михаил Терентьев, Алексей Барыбин. Новости Телеобъектив.